Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Правительство Испании выплатит до 150 тысяч евро малым и средним предпринимателям, которые в течение двух лет опробуют четырехдневную рабочую неделю среди своих сотрудников без сокращения зарплаты. Целью подобного плана является повышение производительности труда, улучшением физического и психологического здоровья работников. Авито – самая безопасная платформа для автовладельцев по данным аналитического агентства Автостад. Стоит оговориться, что отчеты автотеки, которые все исправляют, это тоже Авито. Странно, что аналитиков, готовивших исследования, не смущает, что в интернете сайтов по зачистке автоотчетов Авито больше, чем продается машина на этой платформе. Хотя деньги не пахнут. Теперь военкоматы в России будут получать полную цифровую информацию о призывниках. Минобороны и Минцифры с 1 января 2023 года будут получать рассылку из регистра сведений о населении, постановление правительства РФ. До этого такие данные получали только МВД, Минтруд, ФНС, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. Ведомствам, имеющим доступ к федеральному регистру, рассылаются такие сведения, как ФИО, пол и дата рождения, гражданство, идентификаторы документов, сведения о регистрации, постановке на военский учет или снятие с него, документы по образованию и ученых степенях, данные о постановке на налоговый учет, о регистрации в качестве ЕП, о постановке на учет в службе занятости, о регистрации в системах обязательного пенсионного медицинского и социального страхования, о семейном положении, смене имени, смерти. Ранее, как федеральные, так и региональные власти, призывали провести цифровизацию венкоматов. С фестивалями Комик-Кон Раша и Игромир придется попрощаться. Владельцы этих товарных знаков требуются признать банкротом. Компания до сих пор не расплатилась с участниками фестиваля 2021 года, который был отменен из-за коронавируса. Дополнительной проблемой стало то, что партнерами проекта были в основном зарубежные держатели контента и их представители ВРФ, отметил гендиректор агентства MediaLessence Назаренко. Именно проблему отсутствия контента в первую очередь придется решать возможному покупателю проекта, но даже китайские производители Игр вряд ли будут выставляться в ВРФ в ближайшие год-два, сообщил Назаренко. Судимый насильник зарезал и расшленил на балконе замерзшего приятеля-ограбителя в мытищах. 39-летний Антон Гвоздев, судимый за насильственные действия сексуального характера, убил и расшленил 35-летнего приятеля, судимого за грабеж. Товарищи выпивали 30 ноября в квартире у насильника, поругались, а затем в ход после оскорблений пошел нож. Хозяин зарезал гостя и отнес труп на балкон. На улице был мороз и тело превратилось в кусок льда. Этот кусок льда по кусочкам убийца пилил несколько дней, выносил по частям мусорку и в подвал. Но соседи увидели расшленителя в подъезде с очередным мешком в руках и позвонили в полицию. Мужчину задержали полицейские.